Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Начальников станет меньше. В регионе продолжается реорганизация в сфере образования. Ряд учреждений региона ждет слияния, в результате которого произойдет сокращение административно-управленческих аппаратов. Высвободившиеся средства направят на улучшение качества образовательных услуг, в том числе и обновление материально-технической базы. Так, одним целым станут основная школа и детский сад в поселке Усть-Кара, «Лидер» и «Старт», школа и детский сад в Амдарме, вторая городская школа и детский сад «Теремок», средняя школа и начальная школа детский сад в Нижней Пёше. Вопросы реорганизации сегодня обсудили на заседании администрации Нинецкого округа. Вторая школа плюс детский сад «Теремок». Два образовательных учреждения станут одним юридическим лицом. По словам Лины Гущиной, объединение – собственная инициатива руководителей образовательных учреждений. В «Теремке» сегодня воспитывают 304 ребёнка, во второй школе обучаются 311 человек. Фактически ни детей, ни педагогов реорганизация не коснётся. В настоящее время, чем обусловлена данная реорганизация, в связи с тем, что нормативная численность для школ городских составляет, для нормативного финансирования 25 человек, то есть существует определённая кризис финансовый, так сказать, для второй школы. Мы понимаем, что необходимо сократить расходы на административный и вспомогательный персонал, то есть все высвободившиеся средства от реорганизации путёвых слияния данных учреждений, что именно высвободившиеся в связи с сокращением расхода на административный персонал, будут направлены на образовательный процесс, на как раз лучшую образовательную процессу. По текущему году, по предварительной оценке, высвободившиеся средства составят порядка через 400 тысяч рублей, в последующие годы до 2,5 миллионов рублей. Реорганизация и, как следствие, сокращение административного персонала коснётся Амдормы и Усть-Кары. По аналогии с городскими учреждениями, там также пройдёт объединение школ с детскими садами. Цели те же – сократить издержки на содержание администрации, руководителей, их заместителей и сотрудников бухгалтерии. Реорганизация коснётся и учреждений доп. образования. Лидер всё-таки объединится со стартом. Слияние также принесёт экономию за счёт сокращения издержек на управленческий аппарат. Высвобождаемые средства будут также направлены на реализацию приоритетного проекта, именно по каким направлениям. То есть мы понимаем, что спортивная направленность у нас в обуви выдержана, но нам необходимо как раз развивать научно-техническое творчество. И мы понимаем, что в 2017 году по направлению IT-кванториума необходимо приобрести оборудование, материалы на сумму ориентировочную 17 миллионов рублей. То есть мы понимаем, что эти ресурсы мы должны выискать частично внутри учреждений. По информации Лины Гущиной, львиная доля финансовых средств в окружных учреждениях тратится на содержание административно-управленческих аппаратов. Например, в старте это порядка 40% от всего бюджета. От реорганизационных действий не пострадают ни дети, ни педагогический состав. Сокращаются те начальники, в которых сегодня нет необходимости. Да, абсолютно верно. Все. Значит, ни количество детей, ни тренера, никто не страдает. Нет. Значит, тогда еще раз у меня просьба. Значит, с коллективом на этой неделе проведите и с одним, и с другим проведите встречу. Хорошо. Дальше дом детского творчества. Значит, у девушки поселка Искатели. Точно так же людям объясните, что происходит. Реорганизация учреждения образования запланирована и в Нижней Пёше. К сельской школе присоединят детский сад. Этот вопрос сегодня находится в стадии обсуждения и должен быть рассмотрен внутри трудовых коллективов. Ирина Цепетова, Леонид, Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова